Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как можно простой вот такого плана топ задекорировать акриловой краской и штампами. Это будет выглядеть интересно, при этом можно это сделать легко, просто и быстро. Эта идея возникла у меня после того, как в один прекрасный день после стирки на моей любимой блузке появилось несколько желтоватых пятен, которые никаким образом не отстирывались. Ну и чтобы вещь не пропадала, я решила замаскировать эти пятна акриловой краской. Для нашего творческого эксперимента потребуется вот такого плана штампы. Их можно либо сделать на заказ, либо вырезать самим из картофеля, либо купить в магазинах для творчества. Также нам потребуется акриловая краска. В моем случае это просто художественная золотая акриловая краска. И для удобства нанесения краски на штампы нам нужен будет кусочек губки для мытья посуды. Для удобства извлечения краски из тюбика можно выдавить ее на обычную керамическую плитку и уже брать краску именно с нее. Теперь берем штамп и вот такими вот чавкающими движениями наносим сначала краску на губку, а далее распределяем по всему штампу. Ну и теперь выбираем место, с которым мы будем начинать наносить краску на ткань. Вот у меня здесь находятся пятна, поэтому я прикладываю штампик вот сюда. Теперь осторожно принимаем штамп. И вот что у нас получилось. В определенный момент, конечно же, что-то пошло не так. В связи с тем, что штамп у меня не слишком рельефный, он начал оставлять лишнюю краску на ткани. И сейчас я просто беру кисточку потоньше и начинаю из некоторых ляпов делать что-то наподобие веточек. То есть здесь уже просто у нас полет фантазии начинается. Во всем этом буйстве золота. Теперь потерялось то, что мы делали изначально штампами, поэтому нужно будет хоть каким-то образом сделать акцентики. И я буду это делать черной краской теперь. Когда краска высохнет, ее необходимо будет закрепить. И это мы будем делать на средней мощности утюгом. И чтобы у нас ничто никуда не липло, мы будем делать это через обычную бумагу. Можно через ткань. Ну вот таким вот образом просто проутюживаем все. Часть краски останется на бумаге однозначно. И забегая вперед, ухаживать за изделиями, которые мы таким образом декорировали в плане стирки нужно только при максимальной температуре в 40 градусов. И, естественно, только ручная стирка. Как показывает практика, акриловые краски очень стойкие. Они не выгорают, не выстирываются. И если хорошо обращаться с подобными вещами, то они могут служить еще очень долго. Вот таким довольно простым в исполнении был мой мастер-класс. Если он вас на что-то вдохновил, ставьте лайки. Если он был совершенно бесполезным, вам не понравился результат, ставьте дизлайки. Я совершенно не обижусь. А также не забывайте подписываться на канал, потому что впереди не только мастер-классы, и разные интересные люди, и много интересного всего из жизни. И с вами была Лиза Коробкова. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok